Кто такой шериф в США? И почему он совсем не относится к полиции? Шерифы в Соединенных Штатах это уникальные фигуры, часто изображаемые в популярных американских фильмах, которые обладают большими полномочиями и лучшим снаряжением. Их часто ассоциируют с нашими участковыми, однако сравнение их с полицией будет неточностью, поскольку американские шерифы не являются частью полицейских ведомств и исполняют свои собственные обязанности. Так кто же они на самом деле? При воспоминании о шерифе на ум наверняка приходит образ провинциальной Америки с ее прериями, каньонами, пыльными городками и храбрыми ковбоями. Однако интересно отметить, что история шерифов началась вовсе не в Соединенных Штатах, а в средневековой Англии. Там существовал пост Риф, назначаемый королем для поддержания порядка в графствах, известных как Шайерс. После колонизации эта должность изначально называлась Шайерриф, была успешно внедрена в Америку. Однако со временем роль шерифов претерпела изменения, и американские шерифы стали все более отличаться от своих английских предшественников. Как функционируют шерифские службы сегодня? Важно отметить, что в Соединенных Штатах отсутствует единая национальная полицейская служба. Каждый крупный населенный пункт имеет свое собственное полицейское управление. Однако так не всегда было в прошлом. В стране фактически отсутствовала полиция, и поддержание порядка в городах и деревнях осуществляли избираемые местными сообществами шерифы. Шерифы имели значительные полномочия в обеспечении законности и правосудия, которые претерпели изменения после создания полиции в стране. В Соединенных Штатах шерифы не являются полицейскими служащими, но обладают статусом выборных должностных лиц, избираемых на срок от 2 до 6 лет. Длительность службы шерифа зависит от законодательства конкретного штата. После избрания шерифу требуется формировать команду помощников. Их количество определяется в зависимости от размера территории, за которую отвечает шериф и численности населения, проживающего на этой территории. Таким образом, шерифская служба является местным департаментом, отличным от полиции и ФБР, и осуществляет контроль за соблюдением законов в округе. Полномочия шерифов. Для понимания различий между полицейскими и шерифами необходимо разобраться в сложной административной структуре Соединенных Штатов. Великие и ужасные ФБР осуществляют поддержание порядка только на федеральном уровне. Затем идут штаты округа и города. Полиция может быть как окружной, так и городской, в то время как шериф представляет исключительно округ. Полномочия распределены следующим образом. ФБР может действовать в любой части страны, полиция штата только в пределах своего штата, а городская полиция исключительно в своем городе. Шерифы же обладают особыми полномочиями, поскольку округ меньше штата, но больше города, иногда значительно. В данной иерархии шерифы занимают промежуточное положение между городской и штатной полицией. В период начала колонизации Северной Америки англичанами шерифы выполняли лишь ограниченный набор функций. Их основной задачей был сбор налогов в пользу британской монархии. Однако после американской революции обязанности шерифов стали гораздо шире и разнообразнее. В настоящее время шерифы сотрудничают с полицией в обеспечении порядка в тех районах, где это особенно сложно. Например, в небольших населенных пунктах, где отсутствуют собственные полицейские департаменты. В 48 из 50 штатов США существует должность шерифа, и их полномочия и обязанности могут значительно отличаться. Однако существуют общие функции, которые выполняют шерифы и их помощники во всех штатах. К ним относятся контроль за соблюдением дорожного движения, сотрудничество с отделом по борьбе с наркотиками, пресечение и расследование мелких и средних правонарушений. В некоторых случаях шерифы даже управляют небольшими местными тюрьмами. Шерифы также осуществляют аресты и часто выполняют функции судебно-медицинских экспертов. Как же стать шерифом? Несмотря на трудности и риски, сопутствующие работе шерифа и его помощника в профессии, это продолжает привлекать большой интерес. Одной из причин этого является весьма заманчивая заработная плата, которая составляет от 70 до 100 тысяч долларов в год. Ассистенты шерифа зарабатывают примерно вдвое меньше, но их доход позволяет удерживаться в среднем классе общества. Однако не только финансовый стимул является причиной такого интереса к этой важной профессии. Шерифская должность обладает престижем, окутанным легендами и воспетым во многих западных фильмах. Но стать шерифом дело непростое. При выборах шерифа право голоса имеют все жители округа. Потому к кандидату предъявляются серьезные требования. Некоторые претенденты на должность шерифа проводят годы в городской или окружной полиции, накапливая опыт, прежде чем решиться представить свою кандидатуру. Впрочем, необязательным условием для становления шерифом является предварительная служба в полиции или наличие юридического образования. Многие из будущих шерифов начинают процесс обучения в полицейской академии уже после того, как они приступают к исполнению своих обязанностей. Более того, вне зависимости от образования, каждый американский шериф регулярно проходит курс повышения квалификации. Роль шерифа не сводится только к преследованиям с оружием в уединенных периферийных городках. Шериф занимается важной документацией, взаимодействует с общественностью и активно участвует в различных мероприятиях, часто выступая в качестве почетного гостя. Таким образом, образ шерифа, который мы знаем из американских боевиков, далеко не полностью отражает реальность, но в целом к ней близок. Работа шерифа — это не только преследование, задержание и схватки, но и серьезное образование, сдача постоянных экзаменов, выполнение рутинных бумажных процедур и огромная ответственность перед избирателями. Ребята, по статистике, мои видеоролики 90% зрителей смотрят без подписки. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, так вы чаще будете видеть подобный контент. И обязательно пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск. Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем выпуски. Ставим лайк, подписываемся, пишем тему. Я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках.